Место встречи вообще изменить нельзя. Даже думать не думала, что мы можем встретиться в городе Москва. Как добралась? Слушай, ты знаешь, нормально, относительно жарко. Ну, сегодня тоже погода вообще-то, пекло больше. Да, в Новосибирске, кстати, тоже так же. А мы вчера с ребятами когда были, тоже жара была просто неимоверная. Мы не знали, где спрятаться, но, несмотря на это, мы все равно очень хорошо время провели. Я, честно говоря, по детям состучилась. Я две недели отсутствовала, да. Но при этом еще до этого, сколько? Месяц, наверное, с ними не виделась. Что ты делаешь? Ну, потому что ездила тоже по делам. Сейчас тоже, сейчас кофе, наверное, возьмем, я тебе потом тоже расскажу. В общем, ездила к мужу в Донецк. Он у меня сейчас на СВО находится, да. И, получается, у нас разлука была в три месяца. Да, я приняла такое решение, что, думаю, нам все-таки нужно встретиться, так как отпускаем, сейчас отменили время. То есть у тебя была даже возможность лично посмотреть, в каких условиях муж находится? Да, да. А как дочка вообще воспринимает? Слушай, нормально. Ну, то есть Иван до них сразу донес, что как бы это нужно, это важно для нашей страны. Поэтому, ну... Мы как раз вчера были в лагере, называется «Донецкая смена». Вот как раз для детишек то, что ты говорила. Там 65 детей было. В общем, мы приехали с ребятами из Нижнего Новгорода, придумали целую программу на целый день. То есть мы с ними были прям, ну, практически сутки. Просто сказали, задание же снять по видео, и они сняли. И мы потом уже по группам каждый куратор распределялся, кто кому что объясняет. И вот у меня была группа, девочки танцы снимали категорию. Понятное дело, я вообще не танцор из меня, танцор как футболист никакой. Абсолютно. Вот. И по факту, когда я им давала обратную связь, они слушали так, ага, ага. Поедали, я бы сказала, информацию. И я вот сейчас вот так вот сижу и задумываюсь, вот я с Твери, ты с Новосиба, получается. Вчера ребята были с Нижнего Новгорода, вообще с разных регионов страны приезжают, и мы все делаем вклад в практически любое, что есть у нас, благодаря тому комьюнити, что нас познакомили. Да, да, да. Представь, да, как ценится. Я, кстати, вот тоже, когда там была в Донецке, я просто наблюдала за молодежью. Вот здесь у нас они такие все, вот что-то там снимают. Я по своим детям, допустим, судить. Они все такие прям что-то там поснимать уже там перед мальчиками в 9 лет. У меня Даша, например, уже жених есть с первого класса. Соня там все тоже съемки. А в Донецке, допустим, дети, они как-то вот играют. Они больше вот такие вот все там на великах, знаешь, покататься. Важнее детям именно вот развиваться, находиться больше в реальности или развиваться вот в новых каких-то современных историях в плане интернета. С одной стороны сейчас очень круто, да, что вот эти все технологии, нанотехнологии, дети вроде как развиваются, но в то же время и не нужно отлынивать, скажем так, от реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова